Победитель получит не только очки Но и прямой инвайт в групповую стадию То есть для команды, которая ни разу не сможет выиграть отборочные Будут смотреться по очкам Но команды, выигравшие хотя бы один турнир Автоматически попадают в групповую стадию И можно больше не играть в остальных капах И их проваливать или вообще там даже не легаться Это не важно Вот такая вот система, на мой взгляд, хорошая доработка Думаю, что это будет популярно Так, а мне тут поправляют Оказывается, у нас называется Red Call MS One Fall 2013, а не Autumn 2013 Это в принципе одно и то же Но как бы Давайте сразу исправлю, чтобы не путаться Так как бы правильнее, что ли Так, ну и возвращаемся к пикам Flipside забирают опять Трента и Вивера У них тот же состав Devourer и Бэтрайдер, Висп и Дарксир в бане Empire продолжают играть через свою любимую Нагу Reserve time Reserve time Так, все Можно теперь все внимание отдать игре Ну, тут пока что идут пики В принципе, внимание концентрировать свое не на чем Трент плюс Вивер Интересная опять игра через Трента будет Что касается Империи, у них Сирена Ну, Empire команда, которая вроде бы играет в агрессивную доту Но чуть не хватает им инициативности, что ли Посмотрим, что продемонстрирует В этот раз они, опять у них Сирена Опять заявочка на агрессию И Рубик Сирена Рубик Ванскор, наверное, будет на Рубике Прививочка на Сирене Прививочка Стендинг, который, видимо, станет игроком основного состава 4 сентября И подпишется своим нормальным никнеймом Финал до 2 побед, конечно же На то он и финал Бэйн отправляется в банк От Империи Ну и что, и в бан у нас Тимберсо отправился Да, так и есть Ну, это герой, который пробивает все, что только можно 10 секунд 10 секунд 5 секунд 5 секунд Ну и тут же забран Абадон Да, я удивлен, что мы не увидели его в бане Мы забрали на визаж Бэйн Но Абадон, как бы Который берется очень часто против маги И отлично играет против ее сетки Ну, то есть, теперь есть Трент и Абадон Это вообще Вивер будет даже без артефактов неубиваемый За своими шокучами Щитом Абадона и хилом дерева Я не знаю, как его убивать И что вообще планирует делать Эмпайр Мы с Ван Пэйл Да нет С ЕМС-ом вроде у нас все в порядке Клокверк От Тим Эмпайр Баунти Хантер в бане Чтобы не светили еще и Вивера дополнительно Ну, интересно От Империи на этот раз будет У них хороший инициатор Плюс есть Сирена, плюс есть Рубик У Флипсайд также Ну, как бы герои, которые очень-очень Много возможностей имеют Это Пак и Вивер С хорошими суппортами, которые их будут защищать Абадон и Трент Протектор Да, ну опять же Делаю свой прогноз, что Флай Последний игрок Эмпайр Которого за анонсы Ну, потому что это Сирена Это Чен Очень уж его напоминают Бесконечная Сирена Рубик отдадут ванскору Мак будет на клокверке Квопа от скандала И остается герой с Сайлентом Что касается Флипсайд Я так понимаю Ну, тут все может быть вообще по-разному Но это Пак для Фаты Которым он неплохо отыгрывает Это Вивер Либо для Сокса Либо для Мани Скорее всего для Сокса И Мани сейчас на каком-то оффлайнере Кстати, возможно это будет профит И вообще будет какая-то даже агрессия То есть Вивер под двумя хилами Ну, нет Тренд в чужом В чужой трипле Не очень Ну и вот правильно Забанили Фуриона Эмпайр Чтобы не было его Тем более Сейчас все-таки у них есть проблемы С тем, чтобы вот так вот Закончить игру Как-то отпушить там все линии Даже, казалось бы В игре, где Нету таких героев Ну, наличие Фуриона Им эту задачу Еще сильнее усложнит Поэтому решили подбанить Ну и смотрим Что Флипсайд заберет Последним пиком Какого соло лайнера Да, но водон плюс дерево Это, конечно, жестко Еще дерево По-хорошему Оно должно быть у себя Где-то в лесу Качаться, чтобы Вообще Это может быть 2-1-2 Опять же То есть пак на миде Дерево качается на отводах Плюс какой-то сильный герой Вивер снизу фармит Под прикрытием абаддона Если вивер стревает На него есть щиток На него есть Хилка дерева И попробуй его убей С теми героями Что есть сейчас у Эмпайр Герокоптера-то уже не будет 50 секунд Еще на раздумье Флипсайд Флипсайды Спокойно могут Дабло из абаддона Плюс вивера Нагибать Триплу Да Вот Та самая мысль О боже А, нет Это нормальный Это соло Сенкинг Это соло Сенкинг Который будет С большим левелом С большими артефактами Это хороший Сенкинг Это не тот Саппорт Сенкинг Ни о чем Ну и что Интересно Флипсайд Ждем решения Эмпайр Аккуратно У Кентавра Большие соски И это плохо Почему? Почему это плохо? Почему они большие? Как ему это вообще Мешает или помогает? И для кого это плохо? Для его оппонентов Или для его тиммейтов Для него самого Антимаг От Тим Эмпайр Да, чего только не прочитаешь Альтавнувшись из игры Вот теперь я буду сидеть Всю игру и думать Что же с Кентавром не так? Почему его Большие соски Это плохо Ну что Будет достаточно интересно Вивер Абадон Дерево Ценкинг Пак на миде Ну скорее всего Это так Сок забирает себе Сенкинга Мигель на вивере Уходит вниз Дайте угадаю Факен мэп наверх Маня вниз Да, ну тут все понятно В принципе Уже понятно Почему так Очень тяжело будет Против этого вивера Играть Ну и Вот так вот Интересное решение Не, ну в трипле Это вообще не вариант Почему не вариант? Ну потому что Ну поставите вы трипла Там что? Нага Не, пока что Идут все вместе Ну не важно Ну не важно Что они поставят Нага Клокверк Допустим И Рубик Ну хорошо Просто возьмет Маня Перетянется Вот так вот Просто побежит 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 И будет трипла Дерево Абадон Сенкинг Которая В принципе Не будет уступать Трипле Рубик Клокверк Нага А снизу Будет антимаг Фармить Против вивера И это Ой как непросто Может и вивер Рейндж Вивера Ваши кучами Будет прожигать Да нет Возвращаются Сюда Саппорты Это видно Ну да Правильно Возвращается Сирена Маг будет Стоять Соло Против Сенкинга Это нормально Абсолютно Ну и Сенкингу Неплохо Какая клешня Посмотрите У него А Клешни Сокса Сник-сник Кловс Оф Кол Дин Я не знаю Как это переводится Ой-ой-ой Но есть Есть куча Тангусиков Шикуч Уходит Да И с ДДшкой Между прочим ДДшкой Это неприятно Хорошо Закинули Вивер Но у него Были там Гусики И он Смог Убежать Ну вот Они пошли Хилы на Вивера Прикрывает Его Абадон Отлично Сверху Фармит Сенкинг Который Будет Качать Пассивку И не давать Клоквику Подходить Крипам Да Плюс Будет Большого Левела Ох Красиво Плюс Будет Большого Левела И Героев данных. Вивер боится. Боится Вивер очень сильно. Я не знаю, почему он так сильно боится. Возможно линия, потому что пропушилась. И так, в принципе, он тоже тут. Так, армор пошел. Второй левел. Есть жаминая атака. На миде Робокоп 7-2 против Квапы 8-3. Да, ну Пак-то чуть больше, по идее, должен убивать. Ой, есть скандал. Ни одним скримом, по-моему, не попал. Ну и Паку помешал тоже добить крипцов. Ой-ой-ой, сирена, сирена на хостену, сирена! Сирена умирает. Куда-то залезла прививочка, попытался убить Абадона. Абадон выжил. И это ФБ. Не было у нас крика Ферстблат, потому что забрал ее крип, судя по всему, какой-то вот этой вот рейнджовой атакой. Куда? Зачем? Загадка. Квапа не может нафармить себе Боттл. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, скандал! Да, и Робокоп-то тут... А Робокоп себе Боттл уже несет. И его хилят дерево, и скандалу нужно добить еще одного крипа. Вот он добивает крипа, тут же покупает бутылку, несет себе. Ой-ой-ой, скандал! Ай-яй-яй, ой-ой-ой, но это не помогает. Да, еще и начало проигранное. А сейчас Сенкин купит себе Арканы Даггер. Быстрый будет у него шестой. Да, и Антимага, тут большие проблемы. Ванскора вообще убивают. Все, это минус Ванскор. Сетка. Ловит Вивер сетку. Вивера можно забрать, Абадона здесь нет. Но его захиливает, чертово дерево. Нет, 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 должны убивать. Последний выстрел. Маны нету. Все. Нага забирает Вивера. Нет, Антимаг забирает Вивера. У Вивера тем временем уже есть колечко. За счет того, что ФБ забрали. Абадон только сейчас подходит. Пак купил себе второй 0-3-с манчек. Хочет вообще быть пожирнее. Руна появляется снизу. Руну законтролит Абадон. Иген использует Нага. Но ей тут же его сбивают. И что Пак? У Пака нету мана абсолютно. Ему Абадон отдает одно свое Кларити. Колечко Мигеля. Зачем-то у Абадона. Я не совсем понимаю зачем. Что с деревом? Дерево уже имеет третий левел. То есть это второй армор. Да, Антимаг. Кое-как пытается, видимо, на колечко нафармить, чтобы какой-то реген на линии иметь. Второй рубик Нага имеет почти четвертый. Ну, как и дерево почти четвертое. Что у нас у Санкинга? У Санкинга Аркана пятый. У Санкинга все просто замечательно. У Вивера четвертый, почти пятый. У Абадона третий. Ну, в принципе, по ХП более-менее ровная ситуация. Ну, и Пак чуть посильнее Акаши. Кстати говоря, Пак куда-то потратил улит. Видимо, пробовал скандала забрать. Ничего у него не получилось. Хлопперк раскачал тарахтелку. Ну, у Санкинга не просто забрать. У Санкинга есть барро страйк, которым он из когов вылетит. И ничего не получится. Обходит Вивера. Напали на Абадона. Вивер бьет ванскора. Абадон. Просветка на Вивера. Абадон вешает щиток. Это минус ванскор. Хил дерево. Сетка. Вивер. Вивер. Минус Вивер. Антимаг уходит на блинке. Нечем было захилить Вивера. Поспешил со щитком мани на себя. Но, в принципе, правильно все делал. Щиток на себя нужно было вешать. Но щиток не успел отхотить для того, чтобы повесить его еще куда-то. В итоге Вивер умирает. Антимаг все еще живет. Очень медленно фармит антимаг. Но старается. Старается быть полезным. Дерево забирает хосту. Бежит куда-то на мид. На миде скандал. У скандала всего лишь один блинк. Здесь же антимаг. Антимаг может умереть. Антимаг умрет. Да, зря кастовал. Я вообще не понял, зачем кастовал. Идут за нагу. У наги нету мана. Кастанул из-за того, что рептает. Убил антимага, по сути дела. Клоквер. Ультует промазал Клоквер. Какой провал. Поднимают Клоквер. Поднимают Виверу. Минус Вивер. Хорошо. 5-3. 5-3 флипсайд все еще ведут. Но они переборщили явно с агрессией. У Пака что? Паку что-то летит. Паку летит. Мэджик Вант и обычный сапог. Но у него второй нуль талисман. Здесь уже у Сокса... У Сокса уже все хорошо. Но ему нужен даггер. Без даггера он, конечно, не очень хорош. Даггер и левел побольше. Желательно ему, конечно, до 11-го. Как можно быстрее раскачаться. Пока что, понятное дело, ему до 11-го далеко. Вивер бежит обратно. Квин оф Пейн. Шестая. Пак восьмой. Да, Квин оф Пейн тоже проигрывает Паку. 48 крипов у Сын Кинга. 800 монет. Ланскор на отводах. Четвертый левел. Что с Сиреной? Сирена пятая. Сирене нужен шестой. Ну, понятное дело, что всем суппортам нужен шестой. Сын Кинг половинку даггера имеет. Абадон. Абадон пятый. Также... Вот у Абадона как раз классная раскачка, которая мне очень нравится. Единичку, чтобы бить. Проствордом. Единичку, чтобы хилить. И щит. Щит, который ты должен кидать. Пак уходит забирать ДД. Заберет его. Ну, Пак очень прочный. У него два ноль полисмана. То есть, у него с руки урона много. Он прочный. Хорошие статы. Вивера, правда, оставили совсем одного. Из-за этого ему здесь немножко тяжело приходится. Сокс. Интересно, зачем сюда пришел Манни, когда ему нужно помогать Виверу? Этого я не совсем понимаю. Ну вот, Манни возвращается, судя по всему. У Пака здесь и так. Здесь шестая Клопа и восьмой Пак. Девятый почти. Плюс у него еще лишний нуль талисман. Которого нету Клопы. Сокс 1300. Ну вот он, Даггер уже назревает. И причем уже девятый левел. Ну, Даггер и девятый левел точно будет. А возможно даже десятый. Манни прикрывает Вивера. Антимагу опять особо не подойти к фарму. Интересная раскачка у Сайлента. Ну, видимо, тоже покачал немного плюсы. И сейчас уже начал раскачивать Манна Брейк. Щиток. Побежал Вивер. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасный Вивер. Виверок-то. Атакует. Посмотрите, пол хп Иван скоро снес. ПТ-шку у Пака. Сверху Сокс пушит вышку. Если заберет эту вышку, даже если не сам заберет, это будет практически Даггер. Пак напал на Квин оф Пейн и убил ее. Да, это минус Клопа. Здесь падают все крипы оставшиеся. И это Даггер. Ну, собственно говоря, Даггер даже девятый не получил. Тренд забирает вышку. Тем самым не хватает еще немного до Даггера с Анкингу. Но это буквально одного крипа. Сейчас просто он за этим крипом и идет на самом деле. Снизу тоже подпушиваю. Да, флипсайд неплохие. 7-3. Все, Санкинг Даггер. Нужно покупать ему Даггер. ПТ-шка на Вивере. ПТ-шка на паке. Пак вообще какой-то убийцы. Посмотрите на этого пака. 100 урона. 800 хп. Ну, 1000 хп и чуть меньше урона. Если ПТ-шка на силу. Да, наверное, так правильнее. Санкинг забирает Даггер. И телепорт на мид. И здесь сейчас Санкинг будет убивать Квиннов Пэйн, которая придет сюда что-то дефить. С эпицентром. Да, Квапа подходит на мид. Квапа очень слабый. У него всего лишь... Так, так, Санкинг. Фортификейшн. Да. Зацепили Квапу. Реген от пака. Квапа выпрыгивает. Пак находит Квиннов Пэйн. Пак забирает Квапу. Санкинг идет дальше. Пошла тарахтелка. Санкинг захиливает его. Нет, решил не врываться. Снизу падает Рубик. Бегут за Сайлентом. Сайлент жив. У Сайлент откатывает блинк. Сайлент уходит на блинке. Куда? Все правильно уходит Сайлент. Его здесь, наверное, не догнать уже. Ну, здесь очень все плохо у команды Эмпайр. Потому что... Они в драке значительно слабее. Еще этот сын Кинг. Который вообще им сейчас не нужен. А он есть. Он даже еще себя проявить не успел. А уже все печально. Пак выиграл линию просто в мясо. Посмотрите на пака. 12-ая минута. У него 2 нул талисмана. ПТшка. 2 ТП. Боттл. И сейчас будет Даггер. Это очень жестко. Много трюков для Соломит линии. Падает вышка снизу. Напали на Квапу. Минус Квин оф Пейн. Ой-ой-ой. 10-3. Ну вот он Абадон. Его отличное использование. Просто герой, который... Ну, он в принципе похож на Шейкера. То есть он мешает напасть на твоего героя. Но только он гораздо лучше. Потому что тебе не надо думать, куда там положить фиссуру. Ты просто кастуешь этот щиток. Нападение на дерево сверху. Ну, дерево загуляло. Явно здесь дерево не уйдет. Никуда уже. Так, локверка, сетка. Минус дерево. Да. Еще и зачем-то разультился. Наверх уходит Абадон. Седьмого левела. Пак. Пак уже здесь. Лоу. Трент выкупается в доту. Сын Кинг. Копает Нагу. Минус Нага с эпицентра. Уходит за факин... За магом, я извиняюсь. Маг уйдет. Да, маг уходит. Напальня Сын Кинга. Он под хилом дерева. Снизу тем временем пушит Вивер. Один в один размен. Дерево еще и выкупилось зачем-то. Наверное, чтобы там захилить кого-то. Байбэк, в принципе, не так дорого стоит на данном этапе. А деньги у него были. Антимаг Персиверанс. У него антимага без половины хп остается. Просто ему к крипам уже не подойти. На миде. Кин оф пейн. Сверху идет ее атаковать. Сокс. Сокс ее копает. Нюк. Скандал уходит. Ну, должен, должен уйти скандал. Еще нюк. Пак уже здесь. Скандал. Как же жестко его тут окружили. Он даже на базе не может жить. Хил от дерева. Снизу Вивер не оставляет шансов антимагу. Антимаг еле-еле как-то регенит. 50 крипов. У Вивера 52. Кстати, по крипам более-менее ровно. Но Вивер значительно сильнее. Плюс еще есть дерево. Заходит дерево. И Пак. А Пак-то может и напасть. И Пак, судя по всему, собирает догон. Прикапывают. Нужно воровать. У Рубика нету шестого. Сайланс минус антимаг. Куча ТП на сейв. Но понимают, что поздно. Вообще, кто такие эти флипсайд? Почему они так жестко играют? Кто такой этот Робокоп? Ну, понятное дело, что это Фатон. Он просто... Команды с Робокопом выглядят в два раза сильнее, чем без Робокопа. Да, 4.13. И Сэн Кинг покупает себе поинт-бустер. На самом деле, этот поинт-бустер, ну, как бы ранний агоним. Это круто на Сэн Кинге. Даже не потому, что он усиливает ульт. Он дает статов много. А Сэн Кингу статы нужны. У него не так много маны. Смотрите, сейчас у него 860 маны. С этим поинт-бустером. Что, в принципе, не является каким-то запредельным значением. Да, мульти-спауны, которые должен был фармить Гирокоптер. Ой, Гирокоптер. Антимаг, конечно, сбабил Фури. Ну, их зафармит сейчас Сэн Кинг. Второй ультимейт получает. Сверху пак. Гонится за магом. Маг. Да, мага видит. Я не знаю, как. Сайланс. Сэн Кинг убивает антимага. Снизу цепляют мага. И маг уходит. Нет-нет, маг умирает. Ну, это такая тупая смерть. Просто вот в доте есть... Такие смерти есть. Это минус ванскор. Это просто... Вот как умер Клопверк. Он умер на фонтане. Почему он умер на фонтане? Он делал ТП. Он ТПшился из-под Дрим Койла. Он сделал ТП, вроде бы спасся, но Дрим Койл порвался, нанёс ему урон. Он умер на фонтане. Это... Ну, как бы это... Не такая, чтобы... Глупая смерть, чтобы говорили, что вот там... Маг ошибся. Макс сделал всё правильно. Он должен был уходить на ТП. Но вот этот Дрим Койл, убивающий тебя на фонтане, это просто... Просто жесть. Ну и ГГ, как бы, решили Эмпайр натянуть 16 минут. Очень сильно исполнили флипсайд. Очень сильно. Там Робокоп просто на миде что-то с чем-то. Радианс ТПшился из-за атакации. Плюс их сама идея была классной. Сын Кинг на лёгкой линии, при поддержке дерева, которое там отводит. Снизу Вивер мешает, и Абадон. В общем, с таким исполнением выиграть это было очень тяжело. Да, ну... Ждём мы, когда это закончится. Ванскор не ливает. ГГ почему-то не пишется. Админ, видимо, где-то АФК. Я знаю, что это бывший АЭЛ. Я знаю, кто такие, ну, как бы, флипсайд. Но вы вспомните их игру. Они никогда не играли прямо, ну, круто. Факин Мэтт. Главный вообще фидер и супер дно Интернешнала. И тут вдруг он начинает пикать и божить. Ни с того, ни с сего. Какой-то второй, я не знаю. Габлат, реально. Иванскору нравится. Ну ладно, если интересно, пусть играют. Мы, наверное, уже в следующую.